Историческую победу Барновал встретил достаточно буднично. Никаких массовых демонстраций, никаких народных гуляний. Болельщики на улицах после финального свиска, скорее, редкое исключение. Истерия образца 10-летней давности, когда Гусхидинг и компания отправили домой голландцев, не наблюдалось. Праздновали локально и сдержанно. Это в центре города. Вот так гудела официальная фан-зона краевой столицы. С триколорами в руках, такими же триколорами на лицах и, конечно же, сотнями голосов. Именно так и не иначе, словно в унисон московских лужников. Барнаульцы переживали, гнали вперед команду и все же верили в то, что российская сказка станет былью. Очень болеем за них, переживаем всем сердцем. Смотрели все предыдущие игры, очень хорошо они начинали. Но с Уругваем немножечко не повезло. Но, думаю, сегодня мы отпразднуем победу и выйдем в 1-4. Сказка уже наяву свершилась. Осуществить мечты миллионов удалось Игорю Окинфееву. Голкипер столичного ЦСКА сделал практически невозможное. В серии после матча в пенальти Игорь отражает сразу два. В этот момент кажется, что фан-зона буквально разом сошла с ума. Появление в кадре корреспондента – обычный атрибут любого репортажа. На профессиональном языке называется стендап. Это когда журналист говорит текст в камеру. Вот только какие здесь могут быть слова. Одни сплошные эмоции. Отдельная история судьба нашего барнаульского парня Александра Ерохина. Три матча игрок был в числе запасных. Три матча весь Алтай ждал его появления на поле. Говорили, что у него была травма до, и уже во время чемпионата 97-я минута ответила на все вопросы и разговоры. Вышел, отыграл, впечатление не испортил. Такого результата от сборной Черчесова вряд ли кто-то мог ожидать. Красная фурия пакует чемоданы и едет домой. Сборная России тоже пакует и едет в Сочи. Именно там, на стадионе Фишт, россияне и хорваты разыграют единственную путевку в полуфинал. Это будет там, в будущем. В настоящем победа. Историческая победа. Кирилл Политов, Павел Лауронин. Наши новости.